Привет, красотки! В сегодняшнем видео мы с вами наконец-то обсудим фавориты марта. Сейчас уже, когда я снимаю это видео, либо 4, либо 5 апреля. В общем, в целом, я чуть-чуть подзатянула, потому что март был просто мега сумасшедшим. В хорошем смысле слова, но всё равно фавориты мы обсуждаем только сейчас. Начнём с тональной основы, которая для меня стала просто шоком. Поначалу она мне не нравилась от слова совсем. Я нанесла её на своё лицо и поняла, что это просто какое-то такое лёгкое, жирноватое покрытие. И в тот момент, я не знаю, я не думала, что я когда-либо вообще эту штуку буду использовать. Недавно я решила дать ей второй шанс, и, о чудо, на моей высушенной зимой коже этот бибикрем работает отлично. Да, покрытие у него лёгкое. Он даёт очень естественный такой влажный финиш. Если у вас жирная кожа, скорее всего, это не ваш вариант. Если вам нужно что-то серьёзное скрыть, это тоже не ваш вариант. Но бибикрем действительно делает кожу более отдохнувшей, свежей. Румяна Pupa Like a Doll Luminous Blush 301 вызывает у меня тонну ностальгических образов в голове. Если вы на канале давно, то ностальгию эти румяна вызовут и у вас. Но не только из-за ностальгии я их в этом месяце использовала. Они замечательно вписываются в нежные, лёгкие, женственные макияжи, по которым я в последнее время убиваюсь. Так вот, они дают такой лёгкий сатиновый финиш. Они замечательно сочетаются, в принципе, с любым макияжем. Делают вас более свежей, отдохнувшей, нежной, весенней такой нимфой. Они, кстати, как мне кажется, понравятся даже тем из вас, кто вообще не носит румяна. Потому что с ними очень сложно накосячить. И они действительно не обращают внимания на себя. То есть они просто дополняют ваш макияж. Естественно, я обязана здесь упомянуть палетку Sleek 3AM. О которой мы с вами говорили в отдельном видео. Естественно, ссылку вы найдёте по традиции внизу. В инфобоксе. Так вот, эта палетка, мне кажется, является ещё более универсальной, чем моё любимица Sleek Vintage Romance. Здесь есть необычные оттенки, но при этом большинство из них очень даже носибельные. Вот эти вот два оттенка я, наверное, выгуливала чаще всего, потому что это мега ядрёные металлики, которые, по сути, напоминают расплавленный металл на вашем веке. Матовые оттенки тоже классные, пигментированные, мягкие. С ними легко работать, они вообще не тушуются в грязь. То есть, между собой они смешиваются просто идеально. И можно легко сделать переход оттенков. Вот этот вот пыльный лиловый тоже интересный. Им я тоже затемняла складку века. Вот этим осветляла область под бровью. Вот этот вот необычный такой золотисто-бежевый металлизированный вариант. Похож, кстати, на тот оттенок, который у меня сейчас во внутреннем уголке глаза. Но во внутреннем уголке, кстати, у меня не оттенки из этой палетки, а один из хайлайтеров. Которые мы с вами тоже в этом видео рассмотрим. Essence Olario. Шикарное оформление. Сразу напоминает о лете. Господи, не могу ли это дождаться? Я не знаю, как вы, но я весны-то не могла дождаться. Сейчас, когда чуть-чуть потеплело, я хочу носить, наконец-то, кожаные куртки. У нас не так тепло, чтобы кожаные куртки выгуливать. И мне дико хочется загорать и выгуливать свои новые купальники. Я, кстати, заказала, сколько, три, по-моему, новых купальника. Два из них пришли, третий еще едет ко мне. В общем, в целом, вы поняли, у меня летнее настроение, и поэтому вот эта конкретная палетка очень в мое настроение вписывается. Но не только своим оформлением, естественно, она мне нравится. Я вам уже в видео говорила в отдельном, что, по моему субъективному мнению, опять же, это самые лучшие качественные тени, которые Essence когда-либо выпускали. Они шелковистые, они мягкие, они пигментированные, они стойкие, они не тушуются в грязь, они не становятся более блеклыми с течением времени. И мне кажется, они приближаются по своему качеству теперь к теням Sleek. В особенности это касается вот этих вот металликов. Но они выглядят на веки еще более гладкими даже, чем тени Sleek, то есть они не подчеркивают складочки на вашей коже. Называется Wet n Wild Comfort Zone. Я не думаю, что вообще в мире существует бьюти-маньяк, которому не знакома эта палетка. Они до сих пор ее продают как раз по той причине, что действительно это охренительная вещь. Здесь множество универсальных повседневных оттенков. Сейчас на моем подвижном веке вот эта вот вещь находится. Сияние такое сдержанное, но мне оно очень нравится вот в этом макияже конкретном. То есть я не хотела наносить на подвижный век, а какой-нибудь ядреный металлик. Также я люблю вот этот вот оттенок носить на подвижном веке. Вот этот часто носила. Опять же, в этом месте я носила тонну розовых макияжей, что на меня вообще не похоже. И эта палетка как раз по этой причине для меня была актуальна. Вот этот вот зеленый тоже весной, мне кажется, многим может быть интересен. Он такой теплый цвет, свежей травы, цвет новой жизни даже, скажем так. Вот этот вот оттенок, наверное, знаком вообще всем, потому что это очень популярный дуахром коричнево-голубой. Вот этим вот оттенком я часто затемняю верхнюю линию роста ресниц вместо карандаша. Вот этот вот универсальный такой бронзовый. Эстрата диско, сияющий гель, многофункциональный. И оттенок мой, какой оттенок? Тон 83. Такой, девчонки, эту вещь, по идее, наверное, по крайней мере, я видела, как другие люди это делают, по идее, можно наносить на губы и использовать как хайлайтер, но мне в таком виде этот продукт вообще не нравится. Как хайлайтер выглядит как-то плешиво, неравномерно, сложно растушевать. На губах выглядит как такая сухая, светлая, матовая помада. Ну, такое, да, на любителя. Но в роли теней, точнее в роли топера на тенях, работает идеально. Я носила большую часть месяца, опять же, такие сдержанные, нежные. Мне кажется, я уже достала вас с своими эпитетами, типа сдержанные, нежные, женственные, летящие, освежающие. Но именно такие макияжи я носила, я не знаю, как еще их назвать. Так вот, в своем макияже глаз, как топпер, для разнообразия, скажем так, я использовала именно вот этот оттенок. Это такой призматический, зеленый, наверное. Я бы даже сказала, зелено-голубой, что ли. То есть, это не истинно зеленый. Очень интересная вещь. Действительно делает макияж более глубоким и более интересным. Легко наносится, долго держится. Кстати, в роли жидких теней эта штуковина работает нормально и вообще не плешивит. То есть, растушевать это просто на раз-два. Кстати, Эстраде это такой довольно-таки бюджетный бренд. Я покупала эту штуковину в Питере рублей за 200 максимум. Та-дам! Хайлайтеры от Revolution Pro. Оттенок Rose Gold. Поскольку я понимаю, в линейке есть и другие варианты. Эта вещь с моего лица вообще не сходила. Именно вот этот вот хайлайтер вы сейчас видите у меня на скулах, на спинке носа. Вот здесь вот. Я не могу перестать его носить. Я не знаю, что в нем такого, что заставляет меня его так неистово любить. Но вот этот вот хайлайтер, девчонки. Вот, вот, ну просто. Это, это must have. Для меня это must have. Опять же, это хайлайтер не для каждого. По той причине, что он очень сияющий. Он действительно мега влажный. Ваша кожа с ним выглядит так, как у моделей на фэшн-съемках после фотошопа. Я не знаю, как это еще объяснить. То есть, вы очень сильно сияете. Я не знаю, передает ли камера это сияние, но оно интенсивное. Но при этом там нет никаких ядреных заметных блесток. Как я люблю говорить, Дженнифер Лопес на крэке. Вы понимаете, что я имею в виду? Эта вещь просто не дает мне покоя. Я каждый раз пытаюсь себя заставить что-то еще из своей коллекции использовать. Потому что, ну, носить один и тот же хайлайтер, это вообще на меня не похоже. Но я не могу. Я не могу. Это любовь. Кстати, он же сейчас у меня во внутреннем уголке глаза нанесен. Остальные тоже интересные. Вот этот вот, такой более розоватый, похож на Godus of Love от Makeup Revolution. Вот этот вот мега светлый, для белоснежек подойдет. И вот этот более персиковый такой, я бы сказала, для мулаток, либо для загорелых девушек. Ну, либо как Blush Toppers работает хорошо. Текстура здесь очень шелковистая. Все хайлайтеры как масло. Они легко набираются, наносятся. Весь март я пыталась свои ногти привести в нормальное состояние. Они ломались, отваливались, слоились. Мне приходилось их спиливать неровно. В общем, в целом, это был дикий ужас. Я носила нюды, либо я потом уже не носила ничего. Потому что я сдалась и подумала, все, давайте отрастайте. Когда будете нормально выглядеть, вот тогда я и попытаюсь с вами что-то сотворить. Но потом в какой-то из дней я подумала, черт побери, что я теряю. У меня же есть полупрозрачный лак El Corazon. Как ты называешься? Это 423-57 джелы. Может быть, мне попробовать его нанести. Именно он сейчас на мне. И пока мои ногти в нормальном состоянии не придут, я планирую только им ногти красить. Я не знаю, что в нем такого. Это просто такой лак невесты. Но опять же, сейчас с моим весенним, легким, летящим, женственным настроением он зачитается просто идеально. Если вас до сих пор еще не посетили мысли а-ля, господи, куда же делать Джилл? Что это вообще за лимонное платье? Где черные шмотки? Где вообще мрачные макияжи? Где вампирские макияжи вообще? Что произошло? Если до сих пор вас такая мысль не посетила, то сейчас, мне кажется, от нее будет сложно удержаться. Потому что в этом месяце мои фавориты среди косметики для губ выглядят вот таким вот образом. Просто посмотрите на эти оттенки. Это вообще на меня похоже? Нет, не то, чтобы я никогда не любила нюды, но просто такое количество нюдов и розовых оттенков. Ну, да, как бы... Эта помада тоже, кстати, такая светленькая. Так вот, девчонки, давайте все это добро рассмотрим. Они все разные. Кстати, сразу вспоминается прикол переписка парня и девушки. Парень пишет Send Nudes, и она ему шлет фотки примерно 10 помад вот такого оттенка. Так вот, девчонки, переходим к разговору об этих оттенках. Первая вещь – это блеск Essence Plumping Nudes в оттенке 04. That's a big. Именно его вы сейчас видите на моих губах. Это очень нежный, но при этом освежающий розовый. Внутри есть такие золотистые частицы, но на губах я их вообще не вижу. Блеск этот мне лично очень нравится по ощущениям. Он комфортный, он в меру плотный, он стойкий, и он очень влажный и блестящий. Кто-то из вас писал мне в комментариях, что вам блески Catrice Plump and Shine по ощущениям на губах понравились больше. Я, если честно, не могу их дифференцировать. Я и эти люблю, но эти, мне кажется, им тоже не уступают. И второй оттенок из этой линейки, которую я носила просто не снимая, называется Big Softy номер 02. Универсальная штуковина на моей тёплой коже сочетается с любым макияжем. Вообще с любым, в принципе, с любым. В отличие от предыдущего, не имеет никаких блёсток внутри. Если вы светленькая белоснежка со слабо пигментированными губами, то этот конкретный блеск может на вас быть более коричневым, чем на мне сейчас, и более таким акцентным. Но на мне, на моём тёплом подтоне кожи, он смотрится очень естественно. И вот этот вот блеск Catrice Generation Plump and Shine в оттенке 020 Rosy Amber. Это тоже нюд, но в отличие от двух предыдущих, он более светлый и ещё более нежный. Когда я на него смотрю, я вспоминаю почему-то о парке развлечений, о цепочках, о сладкой вате, о единорогах, о кошечках. Ну вот о чём-то мега милом, вот прямо ути-пути, фыр-фыр-фыр. Называется Catrice Plumping Gel Lipstick, номер 020. По оттенку она, мне кажется, ну так довольно-таки сильно похожа на предыдущий блеск. Это розово-персиковый нюд, опять же, освежающий, нежный, такой вкусный оттенок. И на губах помада смотрится, как и все предыдущие оттенки, она смотрится нежно. Она вас освежает, и она делает вас более живой определённо. Жидкая матовая помада Catrice Generation Matte в оттенке Pillow Fight, номер 080. Господи, ещё один нежный розовый. Эта помада, наверное, самая яркая из всех фаворитов этого месяца. Она, кстати, полностью не застывает. Она по своей текстуре очень похожа на NYX Soft Matte Lip Cream. То есть она действительно смотрится матовой, но если вы кого-то поцелуете, эта помада останется на этом человеке. Эта вещь конкретно мне напоминает о цветах, то есть о распускающихся бутонах, вот о чём-то таком. И когда я эту помаду наношу, у меня такое ощущение, что весна наступает вне зависимости от того, какая погода за окном. Вы, наверное, заметили, что у меня лично косметика очень сильно связана с настроением, очень сильно связана с теми образами, которые она у меня вызывает. И вот эта вот вещь, это стопроцентно цветочный оттенок для меня лично. Чуть-чуть фэшена. Вот такие вот очки кошки. Часто со мной были в этом месяце. Я даже сейчас их хотела надеть, но, к сожалению, они отражаются от моих осветителей, поэтому в очках видео снимать это вообще unreal. По крайней мере, многих из вас бесит, когда я в очках снимаю видео, вы говорите, что вам не видно глаз и так далее, отвлекает. Очки мне нравятся, покупала на Sun Gloss Pot, и они довольно-таки, я бы сказала, нетребовательные, несмотря на то, что они крупные и форма у них не такая уж обычная. Я в этом месяце часто носила клетчатую юбку и белую блузку, или белую блузку и чёрную юбку. Косила подучилку, и когда я это делала, именно вот эти очки я с этим образом и сочетала. Они узкие, опять же, довольно-таки необычные, но при этом не особо требовательные. Их, я думаю, вы тоже можете легко найти на Sun Gloss Pot. Мне очень нравится вот эта вот острая часть. Каждый день мечтаю о том, чтобы вернуться на болото Велина, убить там пару десятков утопцев, найти, убить кладбищенскую бабу, Виверну, ещё кого-нибудь убить. И всё это сделать своим серебряным мечом. Поэтому серебряный меч всегда нашу с собой. Девчонки, это штуковина, я заказывала на ebay, по-моему. Ссылки прямую не найду, к сожалению. Но если вы загуглите что-то типа SWORD, ну да, наверное, по этому запросу я и нашла эту подвеску, то, скорее всего, вы что-то подобное найдёте. Девчонки, мне лет, наверное, 15 подряд минимум огромное количество знакомых пыталось посоветовать эту группу. То есть они говорили, что мне обязательно понравится, я обязана Type O Negative послушать. Я послушала, послушала пару треков. Но, видимо, либо я и не те треки выбрала, может быть, я что-то слушала со старых альбомов. В общем и целом, меня тогда не зацепило. Но сейчас, три недели назад, я посмотрела клип My Girlfriend's Girlfriend. Скажем так, привлеклась в первую очередь внешность у вокалиста. Потом послушала пару их самых знаменитых альбомов. И теперь я просто true фанат. Я пересмотрела, наверное, все интервью Питера Стилла, которые я нашла в интернете. Я переслушала все их альбомы. Не могу сказать, что все они мне нравятся. Но October Rust и Bloody Kisses — это нечто. У меня есть просто целый список теперь мега-любимых песен, под которые я бегаю, под которые я засыпаю, которые просто заставляют меня себя чувствовать еще более живой, чем обычно. Которые заставляют мое сердце теплеть, учащать ритм и просто расцветать. Я не знаю, как вам вообще описать эти эмоции, но если вы когда-либо находили какую-то группу, которая действительно созвучна вам в данный момент, вы понимаете, о чем я говорю. И удивительно, кстати, то, что у меня настроение от них повышается. Хотя музыка довольно-таки депрессивная. Кстати, Type & Negative, они вообще основатели, насколько я понимаю, жанра готик-метал. А вы знакомы с творчеством этой группы? Расскажите мне, пожалуйста, об этом внизу в комментариях. И также буду очень рада, если вы по традиции расскажете о ваших фаворитах и открытиях этого месяца. Спасибо огромное за просмотр. Всем отличного весеннего цветущего настроения. Улыбайтесь чаще. И до скорых встреч. Пока.